Сезон фонтанов у Гомеля открыл один из самых молодых, размещенный поблизу кинотеатра мира в Новобелецком районе. Ненавито тут, ранее из-за инших, сустраила городжан плятся у Камасова гадпочинку и узнялися увысь бруи воды. Побач с фонтаном разместили целую выставочную аллею, декоративно-прикладную творчасти. Один наш фонтан находится в зоне отдыха пруды. Это фонтан с подсветкой, звукомузыкальный. И один фонтан, который мы открывали в канун дня города, это фонтан, на котором мы сегодня с вами находимся. Традиционно каждый год, гню трудящихся, мы открываем наши фонтаны, запускаем для наших жителей, для того, чтобы люди приходили, могли отдохнуть, порадоваться. Эстафету у Новобелецкого района принял Центральный. Тут сезон открыли для самого великого фонтана, размещанного Калягомельского цирка. У одрознини одного Белецкого района тут можно было убачить, как готовые творчие работы, так и процесс их створения. А гуки бурливой воды дополнила живая музыка. Эта площадка вообще очень излюблена у гостей города и, конечно, у жителей города Гомеля. Здесь цветовая феерия, водная феерия, здесь такое прекрасное учреждение культуры, как Гомельский цирк. Здесь очень много молодежи, много мам с детьми. Конечно, мы пришли сюда на самую главную площадку. Во Унисон с Центральным районом запустили фонтаны у Советским и Чаунышин. У каждого из них прошли концертные программы, где выступили лепшие творческие коллективы районов. Ни один из фонтанов города не был запущен со сбоями. На угол задолго до открытия сезона прошла их комплексная проверка и очистка. Затем отбылося несколько пробных запусков. У Сахово-областного центра запустили 9 фонтанов. Радовать граждан, гостей Гомеля и Яны будут до Кострышника. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадокомпания Гомель.